это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер это неделя с 3 по 9 октября нобелевская то есть академики раздавали премии тем кого посчитали достойным или тем кого им сказали считать достойными так или иначе но определенно нам есть с вами о чем поразмышлять можно не шуметь когда я работаю с автором начнем пожалуй с нобелевской премии по литературе она как правило вызывает больше всего вопросов из последнего сразу вспоминается лауреатка светлана алексеевич политическая заказуха или лауреат боб дилан рок-певец почти гений но причем здесь литература а вот в прошлом году в 2021 наградили писателя из танзании уверен вы слышали о таком писателя по имени абдулразак гурна вы же слышали о таком правда зато друзья какая формулировка за час я зачитаю за его бескомпромиссное чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов ну просто black lives matter не иначе меня кстати часто спрашивают кого из нобелевских лауреатов 21 века необходимо все-таки читать вот давайте я назову этих людей ну во-первых джон кудзе эльфридо и линек моя элис монро и петер ханки вот кого прочесть обязательно нужно это достойный более чем достойный автор ну а что в этом 2022 году но главным претендентом на нобелевку почитался француз мишель уэль ну мое отношение к нему менялась от весьма и весьма настороженного до почти восторженного так или иначе но если вы хотите понимать чем живет вот современное общество погрязшая в этой трясине убийственного комфорта и убийственной войны то нужно прочитать две книги у эльбека 2 его последний на данный момент книги покорность и серотония однако как это часто бывает главный претендент главный фаворит у букмекеров на нобелевскую премию ее не выиграл вот так и произошло в этом году победил не мишель у эльбек а другой человек так а что российские литераторы друзья ну людмила улицкая имела коэффициент 1 к 16 в общем печаль хотя начиналось все весьма и весьма неплохо ну например 7 октября 1910 года лев толстой отказался в принципе отказался от рассмотрения его кандидатуры на нобелевскую премию граф был убежден в безусловном вреде день вообще кстати к слову толстой дважды отказывался должен был стать первым лауреатом нобелевской премии но он дважды отказывался от нее ну видимо старец из ясной поляны вообще знал во что или предвидел во что превратится нобелевку ну а всего есть пять лауреатов русских лауреатов премии по литературе нобелевки это иван бунин борис пастернак михаил шолохов александр солженицын и иосиф броски да вы уже поняли что премия всегда была политизирована впрочем смотрите шолохова оттеснить не смогли ну из последних кто мог бы претендовать на из русских литераторов то мог бы претендовать на нобелевку по литературе на мой взгляд это владимир маканин уже покойный тоже уже покойный эдуард лимонов однако не сложилось да мы опять же очень часто критикуем нобелевскую премию по литературе но все-таки несмотря на всю критику несмотря на все такие вот обвинительные речи лауреаты и и лауреаты как правило действительно отражают тренды и направления которые есть в обществе социокультурные направления так вот тут возникает вопрос какие тенденции задает современная российская литература и расширяя современная российская культура я сейчас даже не о том что за последние 40 лет мы не дали миру не там нового достоевского не шостаковича но это в принципе очень тяжело это уж простите за эту фразу штучный товар речь сугубо о том что на определенном этапе российская культура по большей части стала заниматься тем что она начала бездарно копировать культуру западным причем худшие образцы то сильно не впитывать и адаптировать лучше а подражать часто скатываясь скатываясь в пародию во многом именно поэтому после 24 февраля 2022 происходит то что происходит ведь согласитесь нельзя отстаивать идентичность и независимость оставаясь зависимым и потерянным в плане идей и смыслов нельзя противопоставлять себя западу столь усердно подражая этому самому западу и вот иногда кажется хотя я могу ошибаться что особый путь россии о котором столько говорилось но где-то он затерялся как великом романе гончарова обрыв но важно сказать еще и вот что интерес к литературе интерес к культуре той или иной страны он напрямую зависит от места политического экономического геополитического которое эта страна занимает мир и да конечно советскую культуру и замалчивали критиковали но как минимум ее изучали современной российской культуры все несколько иначе ну а закончилось все тем вы знаете что русскую культуру именно русскую постарались вообще отменить в мире то есть отменить пушкина толстого чайковского стравинского достоевского булгакова это конечно но это это безумие не иначе но знаете в чем-то не меньше и безумие то что мы сами в определенном смысле когда-то попытались отменить у себя свою подчеркиваю подлинно свою культуру ну время изменить ситуацию еще есть впрочем и тут я перехожу ко второй части своих размышлений современной культуре вообще мировой свойственно ориентироваться ну скажем так на пигмеев вот помните у исаака ньютона есть выражение стоя на плечах гигантов так вот современная цивилизация на цивилизация так называемая пресловутое международное сообщество она опирается на пигмеев на карликах и мы на самом деле наблюдаем измельчение всего ценности нравов людей кажется что знаете крупные звери вымерли как те динозавры и вот современные персонажи кажутся такими маленькими пигме подобными ну опять же вот я сказал примеру да нобелевская лауреатка светлана алексеевич ну и кто что о чем да талантливая ремесленница но не более того встанет ли она в один ряд с камютом не знаю с кипплингом с томасом маном боюсь вы знаете ответ не пора ли друзья мои нам замахнуться на вильяма нашего шекспира вот собственно та же беда и может быть еще хуже из так называемой нобелевской премии мира ну очевидно что с определенного момента это премия она в принципе стала отвечает за определенную политическую ориентацию с миром не имела ничего общего скорее с войной ну что сделали для мира столь знатные миротворцы в кавычках как например альберт гор или барак обама в этом же году главными фаворитами почитались смешно сказать алексей навальный и светлана тихановская ну в этом на самом деле вот я ухмыляюсь но в этом есть своя пусть и несколько извращенная логика ну смотрите фокус в том что пресловутый цивилизованный мир он давно уже превратился в нечто вроде корпорации корпорации которая управляется глобальным начальством и вот это начальство выписывает премии там не знаю раздает должность и формирует свою доску почета и все конечно же в соответствии с острожайшими корпоративными правилами причем отбирают на тот или иной пост вовсе не по объективным критериям а главным образом по соответствию так называемой повестки то есть повестке радикальный феминизм говорите все пожалуйста женщины должны быть президентами стран на повестке агрессивный лгбт дискурс или дискурс пожалуйста вот чернокожая лесбиянка вполне подойдет правда но трагедия здесь на самом деле кроется в другом это действительно трагедия трагедия в том что так называемые лидеры общественного мнения или просто лидеры стран они не представляют из себя ровным счетом ничего они абсолютно пусты бессмысленные не способны к самостоятельному принятию решения именно поэтому происходит то что происходит никто на самом деле не за что не отвечает это к слову прекрасно показано фильме не смотрите вверх да вот даже те кто там пытается казаться злодеями они кажутся пигмеями на фоне динозавров из прошлого эти лидеры так называемых государств больше похоже на клоунов вроде джокера чем на каких-то там инфернальных мясников и палачей и большинство из них подавляющее большинство это просто куклы в руках чревовещателя куклы через которые озвучиваются приказы и указания только начинается впереди вас ждет еще масса испытаний и время покажет справитесь ли вы да знаете друзья на самом деле мир давно уже существует в конструкции которую сформулировал своей знаковой статье очень важная статья позже и книги сэмюль хантингтон эта статья и книга называется столкновение цивилизации так вот конструкцию можно обозначить так the west against the west то есть запад против всех остальных запад против всех остальных и вот чтобы эта конструкция работала в других странах то есть во всех остальных странах нужны скажем так свои наместники или гауляйтер как кому больше нравится и вот для того чтобы в свою очередь эти наместники выглядели более эффектно солидно значимо их нужно обвесить различными премиями и наградами но вспомните что например делали с горбачевым как его возвеличили тем более что как заметил еще великий юлиус эвола человек не может существовать без иерархии авторитетов вот и навязывают человеку человечеству весьма сомнительные авторитеты то есть вот так работает это великое премиальное надувательство в данном случае нобелевская надуватель с я рассказал надувательство можно использовать еще одно слово надувание потому что раздача всех этих премий сильно напоминает надувание воздушных шаров ярких эффектных но абсолютно пустых внутри вот смотрите надул ты шар зажал туда за кончик и он как бы держится но только отпустил и воздух вышел а может ты можешь так завязать да но он все равно сдуется или все равно лопнет других вариантов тут нет собственно это мы сегодня и наблюдаем и сколько премии не вручи на какую табуретку ты его не поставь пигмей все равно останется пигме беда в том что очень воинственным пигмеем была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе берегите себя и своих близких удачи вам любви и терпения